Здравствуйте! Это программа 8 вкусов. Готовьте вместе с нами, ведь это вкусно, полезно и интересно. А сегодня мы будем не просто готовить, но и праздновать день рождения 8 канала вместе с его ведущими Алиной Черненко и Алиной Кузиной. Со мной, а также, конечно же, с нашим су-шефом, су-шефом ресторана «Огонек» Владимиром Ермоленко. Здравствуйте! Всем привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте для начала мы расскажем, наверное, что мы будем готовить. Я напоминаю, что продукты нам предоставил ресторан «Огонек». Владимир, и вам слово. Так, ну у нас сегодня два блюда. Это севиче с лососем и гребешок на локе с устричным соусом, со стрелками чеснока и луком. А можно вот сразу вопрос? Что такое севиче? Вот я, например, не знаю. Я думаю, что наши зрители некоторые тоже. Севиче? Ну это перуанская кухня. Она вообще как бы зародилась. Там очень много рыбы в Перу. И рыбаки выходили в море. Ну это легенды. У них был только с собой лайм. Они ловили свежую рыбу, разделывали прямо в море, поливали лаймом, ждали 15 минут и все. И употребляли это в пищу. Так вот это начальная стадия севиче. А потом ее уже переработали. Потому что Испания, получается, колонизировала Перу. И испанцы уже переработали это блюдо. В каждом регионе она готовится по-своему, в принципе. А мы тоже будем готовить по-своему? Ну у нас, да, свое севиче. Я думаю, что масло делает так. Я не сомневаюсь, что оно будет очень вкусным. Хочу подметить, как сразу, что сегодня телеведущие в кадре. Сегодня, наверное, все будут задавать вопросы. Это так хорошо. Я, кстати, не сделала, наверное, самого главного. Вот Федор маленький возмущается. Я хочу вам его представить. Чуть позже мы расскажем историю возникновения его сегодня в кадре. А пока я предлагаю начать готовить. Владимир, давайте нам занятие. Не вопрос. Всегда помидорки первые. Удаляем соцветие, режем кубиком. Складываем. Так, Алина, ты будешь мне помогать, да? Так, ну да. Да, ты тоже помогаешь. Девочки, я предлагаю вспомнить, как появился 8 канал во Владивостоке. Это интересная и замечательная история. Давайте я начну, когда вы заняты делом. А Федор восхищается Аня твоими красными губами и рубашкой. Сегодня 8 канал – это очень такой классный, современный, молодежный, городской канал. А все потому, что люди, которые перешли с этого центра, они, ну прям горели. Они любили свою работу. Да, и вот как Анечка недавно подметила, говорит, ходила на работу как на праздник. Да, я действительно не преувеличиваю. Это было так. Я абсолютно поддерживаю слова Алины. Команда была, что немаловажно, молодая. Глаза горели у всех. Да, и была идея. И была идея. Идеология даже. Да, и мы действительно пропадали. Некоторые вообще днями и ночами все обстоятельства пропадали на работе, да, потому что когда нужно было еще строить студию, насколько я знаю, я пришла чуть позже. Алинка, наверное, помнишь? Это было, да, очень интересно. Расскажи, в тесноте, да не в обиде, да, мы сидели на одном единственном этаже. На шестом, на последнем, да, у нас там были все, у нас была и студия, да, и монтажный отдел, и где сидели корреспонденты. Ну вот сейчас, чтобы вы понимали, зрители, это шесть этажей, ну вот весь наш медиахолдинг, восьмой канал занимает два, да, два этажа, получается, два, почти три. Ну то есть это журзал, да, редакция и, соответственно, коммерческий отдел, а наверху пространство для студии. Для студии, да. И вот тогда, в самом начале, на заре, мы все сидели в таком маленьком закуточке. Да, более того, с Татьяной Гнездиловой, тоже ведущей восьмого канала, мы сидели за одним столом, на одном стуле, за одним компьютером. Мы делили, да, место. Просто я сейчас все сделала. Мы немножко увлеклись, да. Нет, ничего страшного. На самом деле, действительно, такое мы почему так много сейчас времени посвящаем именно этому периоду, потому что, ну это же самое интересное, мы еще не знали, как что будет до конца. Ну, нет, идея была, безусловно, но все это же методом проб и ошибок все равно, правда, происходит. Конечно, конечно, да. И я помню, да, Алина, как нас постоянно ругали наши монтажеры, и либо во время записи программы «Время говорить», например, было такое, что там же двери прозрачные в студии, и часто кто-нибудь подходил, вот ты пишешь программу, а тебе там рожи кортят, например. Отвратить задачу статус серьезный. Отвратить задачу, да. Ну, это не всегда удавалось, честно скажу, но зато было весело. В общем, коллеги испытывали. Конечно, на прочность. Да, причем некоторые из них говорили, что это вообще-то очень профессионально так делать, потому что мы проверяем тебя на прочность, привыкая, а что, мало ли. Когда вот коллеги смотрели, там, кривлялись, это еще ничего, но когда в ухо, в которое ты ставил микрофон… Объяснили, что такое ухо, давайте расскажем. Когда, например, ведущий в студии ведет определенную программу, ну, например, «Время говорить», да, то самое, о котором мы говорили, на нем надет не только микрофон, но также и специальное ухо вставляется, чтобы он мог разговаривать, ну, как разговаривать, слушать режиссера, который должен давать определенные команды, ну, там, где-то встать левее, где-то встать правее, где-то что-то подсказать, но, как правило, подсказывают тебе. Да, и они, операторы, активно участвуют там у тебя в ухе, в вашем диалоге с гостем. Чтобы вы понимали, да, они тоже разговаривают с гостем, но это, получается, голоса в голове, а тебе-то нужно сосредоточиться, ну, это, конечно, оставаться серьезным. Ого, так, вот как правильно? Авокадо. Кстати, я каждый раз, когда дома чищу авокадо, думаю, как, как, нужно. Вот, да, я так делаю. Я все пропускаю, мне надо дорезать. Не торопись, не торопись, пусть они будут красивые. Главное пальцы. Вот сейчас чуть было-не было. Дорежем. Я разрежу перчатку, все равно, что просто. Я тоже вижу, как чистят авокадо. Вот расскажите мне потом, потому что я в данный момент много говорила и мало делаю. Это, получается, авокадо у нас хорошее, но можно было еще, чтобы он полежал в темноте. Подозрел, да? Чуть-чуть, да. Хороший. Продукты все такие простые, я уже за кадром об этом сказала, это вполне себе можно все готовить дома. Да, причем, я так понимаю, что сегодня у нас в очередной раз блюда, которые будут готовиться быстро, потому что морепродукты, как мы уже знаем, как профессионалы, не поддаются, да, долгоперничать. Собственно, я сейчас смотрю, как. Не-не, можно... Я вот так на самом деле дома делаю, точно так же. Можно ложка, если он очень мягкий, можно ложечкой сюда. Можно ложечкой уже достать. Без проблем. Ну, я по-варварски в данный момент, я варвар, да. Какой Федя молодец, смотри, он готовый телеведущий. Я понимаю, что он хочет, он на самом деле очень любит есть. Будущий повар. Молодец, поддерживаю. Он просто еще покоренен. Аня, ты сейчас срезала помидоры. Я видела, я чувствовала его взгляд. Да, он был готов их схватить и съесть, но еще рано. А еще ему нравится все красное, судя по-моему. Ну, конечно, особенно девушки красивые. Красные. Мы делаем севиче, основу все перерезаем, потом делаем соус и заправляем, даем постоять 15 минут, пока оно будет, ну... Настаиваться, мы будем готовить... Ферментироваться, мы будем готовить вок. Отлично. Алина, пока Владимир профессионально дочищает авокадо... Уточняю. Которая? Да, Алина Черненко. Я просто знаю, если честно, что у Алины есть одна замечательная история. Конечно, очень много курьезов случаются непосредственно на съемках, как правило. Алина, я знаю, что вы с нашим оператором Станиславом Лазебным. На заре еще телеканала. На заре телеканала ездили на съемки, и с вами случилась как раз такая история. Расскажи ее, пожалуйста. На самом деле, Евгения Поттергера, тогда главный редактор, он отправляет меня... Идейный вдохновитель. Идейный вдохновитель, да. И Станислава Лазебного, нашего оператора, на съемку. Суть была такова, что силовые структуры проводили учения. И, в общем, мы приезжаем. И сейчас будет как в программе... И что было дальше? Уже интересно. Что было дальше? В общем, выходим мы. И нас задерживают. Я сначала думаю, так, ну что-то как-то... Что-то странно. Почему? Что происходит? Мы давай разбираться. И, в общем, у сотрудников полиции, вот в учениях эти, которые проходили, у них была легенда, что террористы – это парень славянской внешности и темненькая девушка. И мы идеально подошли под это описание. И, в общем, они нас задержали, отвели в отделение. Мы пытались доказать, что вот, мы приехали на съемку, мы приехали снимать ваше учение. Они думали, ну, конечно, какую классную легенду придумали. Они такие, конечно, конечно, они такие, нет, мы сейчас все сделаем правильно, мы сейчас пройдем учения, мы их задержали. Вот, ну, в общем, уже они... Ну, вы ничего не стали звонить, да, Евгению, Женя, нас задержали, мы ничего не снимаем, никакого материала не будет, потому что мы сидим в отделении. Ну, и, в общем, Женя уже стал звонить в отдел, мы через какое-то время нас выпустили. Я знаю, у тебя тоже есть история со съемок. У меня есть история, знаете, все мои истории связаны с человеком, который стоит вот сейчас за кадром. Да, это наш оператор, наш несменный, прекрасный, чудесный, суперпрофессионал. Игорь Болтов. Игорь, да. Мое первое с ним знакомство происходило так. Мы снимали... Сына помогает. Ну, извините, я не могу этот звук заглушить. Мы снимали у меня дома, уж не помню что, но я очень хорошо запомнила, что сделал Игорь. Не было никакого тогда технического оснащения у телеканала, я к этому веду. Не было крутых камер, всяких приспособлений для классных кадров. А нам нужен был кадр. Ну, вот, знаете, такой проезд камеры по полу. Как это делается сейчас? Существует такая штука, называется слайдер. На нее ставится камера, и она спокойно, красиво, без какого-либо колебания проезжает и не делает кадр. Что сделал Игорь? Он положил полотенце на пол, сверху свою камеру, надо сказать, простую. Не было тогда какого-то супероборудования. И вот так вот потихонечку тянуло это полотенце. Я на это смотрела и думала, что вообще происходит? И когда я посмотрела, что получилось, я обалдела, я поняла, что вообще не в оборудовании дело, а вот в ручках. Кстати, надо сказать, дальше он соорудил слайдер своими руками, из каких-то деревяшек подручных. Это правда, он какое-то время работал с таким самодельным. Я, кстати, тоже помню, мне кажется, эти приспособления. И только потом он оброс огромной кучи всякого хорошего, дорогого оборудования, а начинался он так. Ну что, можно сказать, аскетизм рождает творчество? Да, и самое главное, глаза горели. Горели глаза и все получалось очень красиво. Владимир, рассказывайте, на каком этапе? Добавили красный лук, сейчас нарезаем лосось кубиком, ну и заправляем заправкой. И маринуется? Да, оно маринуется, а мы готовим лук. Хорошо. Поскольку мы обещали вам в начале нашей программы рассказать, откуда у нас взялся Федор сегодня в кадре. Откуда же нет. Откуда же нет. Ну, мы расскажем, на самом деле, историю о том, что, поскольку мы постоянно находились вместе многие, да, общались, влюблялись. У нас родилось целое, как минимум, как минимум две семьи, да, в нашем холдинге. Да, в нашем, надо сказать, медиахолдинге, то есть это не только восьмой канал, это еще Радио Лема, Радио Здесь, да, и другие медиаресурсы. Ну да. И две Алины, не сговаривать, выбрали себе мужей с Радио Лема в разный промежуток времени. Хороший там мужчина, да? Вот, как видите, получается чудесный. Чудесный получается. И вот сегодня Федор уже в кадре. Это его первая съемка, Алина? Это его первая съемка, да, ему полгода вчера было. У Алины тоже дома потомство? Да, тоже, тоже сын, зовут Мирон, но он сегодня не здесь, он дом. Дома, потому что иначе это было бы вот так вокруг везде. Он уже позрослеет, да, поэтому, уже три года, поэтому, может, дома. Мама уже отпускает. В общем, вот так многим восьмой канал подарил не только любимую работу, но и любимую семью, получается. Можно сделать смело такой вывод. Анечка, слушай, а ты, наверное, здесь уже за столько программ стала суперповаром, профессионалом. Ты готовишь дома? Да, я очень люблю готовить, люблю подсматривать где-то какие-то рецепты, даже несколько подсматривать, наверное, пробовать и без знания рецепта воспроизводить это блюдо дома. Я люблю достаточно экзотические вкусы, то есть мне, я тот человек, которому нравится сочетание сладкого и соленого, например, то есть я вот готова к экспериментам, пожалуй, наверное, к любым кулинарным. Но почему-то, почему-то именно те блюда, которые мы готовим здесь на программе, я еще ни разу не готовила дома. Я не знаю почему, я причем хочу, мне интересно, мы обязательно надо приготовить. И как-то вот что-то вот видимо может быть... Ну все, ты уже попробовала. А, мне приготовлено, чем ты уже замечаешь, чем дома. Да, вот, это знаете, мне кажется, это такой парадокс вот какой-то, вот вы сейчас подтвердите мои слова, когда сапожник без сапог. Когда ты работаешь с журналистом, ты постоянно посещаешь какие-то мероприятия, кажется всем со стороны, что у тебя такая активная творческая жизнь в плане того, что ты там был, ту выставку посмотрел, на тот кинофильм сходил. Но, как это происходит по факту, ты ездишь туда по работе, конечно же, твои мысли и действия все направлены на то, чтобы выдать качественный материал. И ты постольку-поскольку подглядываешь, безусловно, это тоже интересно, даже так посещать такие события. Но я помню, когда я работала еще в новостной службе, также параллельно, меня всегда спрашивали, ой, ты, наверное, вот на этот спектакль сходила, ну как тебе? Я говорю, вы знаете, как я его смотрела там, где-то из-за пулис, где-то на прогоне чуть-чуть, где-то так, где-то так. И другим взглядом ты смотришь, ты думаешь, так, а что я возьму, так, вот в сюжет, так, я могу взять вот этот отрывок, я могу взять, и к тому, выстраиваешь там уже себе сюжет. На самом деле, я помню, мы же 1 мая, 9 мая, мы всегда отрабатывали, да, там у нас были выпуски итоговые. И как-то, я помню, в какой-то год я не работала 1 мая, я говорю, все, ребят, я не буду, я пойду просто посмотреть. Это совсем другое, абсолютно, я пришла, думаю, ой, ничего себе. А у меня с этим связана абсолютно идентичная история, но с параллельным исходом. Как-то я по какой-то, а, я не то, чтобы не работала на 9 мая, в общем, у нас как-то мы начинали позже, и у нас было время сходить на парад, тоже посмотреть парад, ну, со стороны, как зритель. И я не учла один маленький факт, что мы-то всегда как присутствуем на параде? По пропуску, в центре событий, на удобных, удачных местах. Я, когда вышла в эту толпу, я поняла, что я в панике. Я думаю, обычно же как-то все по-другому, а тут до меня просто дошло, что, Ань, ты же тут сейчас без пропуска-то туда пошла. И я решила, что нет, все-таки вот парады и все эти мероприятия, это, конечно... Почему ресторан «Огонек» называется фермерским? Фермерским наш ресторан называется не только потому, что в наших блюдах используются продукты непосредственно производителей. Мы также глубоко убеждены в том, что пища должна быть экологически чистой, натуральной, полезной, понятной и качественной. «Огонек» – ресторан про вкусную и здоровую авторскую кухню с упором на дальневосточный колорит. Мы рады всем гостям, и нам всегда есть чем удивить как жителей города, так и его гостей. И мы рады тем, кто разделяет наше желание наслаждаться жизнью и дышать полной грудью. Ну все, в принципе, соус готов, его перелил в стаканчик. Можете добавить 7-8 ложечек, а мы начнем дальше. 7-8 ложечек? Добавляй 8. Прямо ложечкой туда. Вот так проще. Мы сейчас возьмем стрелки чеснока, они у нас уже порезаны, их нужно бланшировать немножко, они твердоватые. Владимир, это вы воду добавили, да? Это обычная вода, да. Можно добавить немножко соли, кто-то добавляет уксус. Если добавите уксус, это как, знаете, как джинсы раньше варили, варенки, да? Добавляли уксус, как закрепитель. Так, уксус в воду. Да, можно чуть-чуть, можно, там чайную ложку, воды должно быть больше, так как у нас газовая печка непрофессиональная, мы немножко воды добавим. Уксус в воду, и тогда, допустим, вы что бы не бланшировали, у вас останется цвет, он будет яркий продукт. Вот для чего это делать, интересно. А, вот он секрет. Я как раз хотела спросить, как правильно готовить стрелки, и вот Владимир один из секретов нам раскрыл только что. А ведь это достаточно жесткий продукт изначально. Вот как долго его нужно отдавать, например, на войке, чтобы он... Его, это как заготовка уже идет, его подваривают заранее. А, это заготовка заранее. Вок-конструктор, то есть вообще Вок интересная вещь, то, что это, ну, это как бы китайская кухня. Вот, и получается, там готовят очень быстро, то есть идет множество, допустим, череда продуктов. Один режет, он, ну, получается, конструктор делает, а Вокер готовит. Ну, Вокер всегда считается старшим. Вокер такое имя. Вок-мастер, да. У вас должна быть всегда тара под рукой, ну, куда можно слить, скинуть, а потом смешать. То есть продукты отдельно обжариваются на быстром пламени. И смешиваются уже потом. Да, потом уже все смешиваются. Сейчас спросить, что любите с Димой дома готовить? И вообще, кто готовит? Кто больше любит готовить, ты или Дима? Я очень люблю. Я очень люблю, когда готовит он. И он тоже любит, когда готовит он. У нас вообще все идеально смешивалось. Нет, ну, честно, мне кажется, мужчины в этом деле лучше. Ну, вот, как бы я ни старалась, я вот думаю, сейчас удивлюсь, сейчас я его вот обойду. Не получается. Мы очень любим спагетти с разными соусами. Вот это прям, мы вот в этом сошлись. Быстрые углеводы? Да, вот мы это очень любим. Такой сейчас был сарказм легкий. Не, на самом деле мы, это и быстро готовить, вот, ну и вкусно. И вкусно. И, кстати, я хочу подметить, что, вот, ну, лично для нас тоже спагетти, это то блюдо, которое, наверное, ну, никогда не надоедает. Меняешь соусы действительно, и все. Я готова их есть каждый день. Хотя есть уже... Вопрос уже, да, в быстрых углеводах. Есть люди, да, кто вообще не любит. Ну, на самом деле спагетти, это, в принципе, у них калорийность невысокая. Не такая высокая, да, если их правильно варить. Да, если, да. Да, они все должны немного быть твердые, правильно? Да, да, да. Фишка в том, то, что, когда вы сварили пасту, вы бахнули туда много масла, сыра, соуса. Ну, я поэтому ем его без масла, да. Вот в этом сочетании оно уже и дает лишний вес. А вот чисто ешьте макароны, да, как говорится, не поправишься. Было ли у вас такое, что вы смотрели на себя в кадре? Все знают, наверное, что камера полнит, это ни для кого не секрет. Почему все вечно худеют, люди, да, которые непосредственно связаны с работой в кадре, потому что стоит один раз на себя глянуть с неудачного чуть-чуть ракурса, ну, или поднабрать, что уж там греха отойдет. Знаете, я мама двоих детей, можно, да, возьму. Ты прекрасно выглядишь. Но первый месяц после съемок мы с нашим сменным Игорем снимали программу. Пришел ровно месяц после родов. Я думала, что я выгляжу, ну, все классно, я восстановилась. Я надела черное, ну, знаю, что оно строение. Черное строение? Да. Да. И когда я потом посмотрела, что получилось, я не болею вот этой вот, знаете, у меня нет этого заболевания в ведущих. Ну, типа, мне это не нравится, как я выгляжу, поэтому... Рабочая сторона у меня. Да, у меня рабочая сторона, поэтому это не пойдет. Нет, это, конечно же, пошло в эфир, но я осталась крайне недовольна, и после этого я еще раз приходила в форму, да. А я помню, мы приехали что-то снимать на центральную площадь и встретили его маму. И она меня увидела и говорит, а ты, оказывается, такая маленькая. Да, 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 да. Я думала, ты как-то покрупнее, там, вот ты такая маленькая, я говорю, ну, абсолютно согласна. Бланширование мы сделали, обжарили, и самое главное, вот когда вы готовите, не надо лить масла много. Вот буквально на все блюда лучше добавить, ну, чтобы вы дома не готовили. Знаете, стенки постоянно в жиру, вот этого хватает на большое, в принципе, количество. А что, если дома нет вот такой сковородки? Ну, вока, да. Можно... Обычно сковородки глубокие. Я, если честно, вот дома готовлю в казане. Вот я не люблю масло, чтобы летело. Вы думаете, если у меня нет вока, то у меня есть казан. Да, это вот, но вряд ли. Ну, а возможно, это приготовить в сковороде? Или все же не получится? Ну, а это шекарная, да, наверное, сковорода может быть? Все возможно, но должен бортик высокий быть. Вы же не хотите кухню? Испачкать сильно. Ты же будешь вот это делать? Да, да. Ты же ради этого и хочешь? С закрытой крышкой. Это варенка будет, уже не жареная. Нужно варить. Главное, видишь, не закрывать, чтобы оно не пропаривалось, я правильно понимаю, да? Вот, кстати, мой муж любит очень готовить с открытой крышкой, а я это терпеть не могу, потому что я потом... Ну, вот о чем тебе Владимир говорит. Моя жена тоже не любит, когда с открытой крышкой все делаю. Обжариваем лук, мы его зашиваем, делаем золотистым. Сейчас мы его добавим сюда, обжарим гребешок, ну и начинаем добавлять соуса, в принципе, все. Аромат уже божественный. Севиче у нас готово. Если хотите, вы можете перемешать и выложить его вот в эти прекрасные две тарелочки. Хорошо. Алина, помогай. Еще раз. Помогай, сказала я. И попросила. Отключить от процесса приготовления, потому что мне бы хотелось поговорить о том, как сегодня, в своем, может сказать, уже восьмилетии, живет восьмой канал. Девочки, Алина, наверное, тебе слово. Давай я тебе буду помогать, а ты рассказывай. Так, ну, как живет? Хорошо живет. Продолжает жить. Ну, вот это вышло из декрета. Да? Три года тебя не было. Ну, конечно, у нас коллектив немного, очень, очень быстро пролетело время. Коллектив немного сократился, у нас стало немного меньше, но качество хуже не стало. Вот. Ну, так же у нас есть программы, да. Вот Аня у нас хоть ушла из новостей, но ведет программу восьм вкусов. Аня ушла в еду. Вот смотрите, как показательно, Анечка у нас сейчас работает, ну, немножко в разных компаниях, так скажем, но на восьмом канале она все равно есть, она осталась, потому что что? Мосьмой канал не отпускает. Однозначно. Я не готова расстаться абсолютно до конца с восьмым телеканалом, потому что действительно это замечательная команда, это замечательное место, которое меня очень многому научило. В том числе непосредственно профессии, это восьмой канал меня и научил, потому что что такое журналистика? Правильно, это практика, как и любая работа. Алина, а ты сегодня непосредственно чем занимаешься на восьмом телеканале? Расскажи, какими проектами? Новости. Новости? Новости. Пока что только новости. Пока новости, да. Ну, это только пока. Я отвечаю за новости, у нас пришли еще девочки-практикантки, я отвечаю еще за них. То есть ты уже учитель? Я уже куратор. Обратите внимание, вот закинули морепродукты, не нужно его мешать. Дайте ему взяться, чтобы у него образовалась красивая корочка золотистая, чтобы лишний сок не выходил. Ну, 10-15 секунд, на сильном пламени, естественно. А вообще восьмой канал, это, знаете, это дом. Вот у нас очень много ребят уезжали в Москву, в Питер и устраивались, кстати, на федеральные телеканалы. И все, как один говорили, ну да, там уровень, там Москва. Но такой атмосферы, ну вот нет, нигде, это правда. Так и есть, да. Я абсолютно подтверждаю все слова эти, потому что, как я уже сказала, это то место, из которого невозможно, наверное, уйти, если ты ощутил себя там, почувствовал себя частью этой команды. Это действительно так. Так, и я очень благодарна всем. Давайте, наверное, передадим привет нашим ребятам, которые, как сказала Алина, кто-то уехал в другие города. Таина Щедрова, Александр Бортовщук, наш бессменный журналист и оператор. Кстати, тоже семья. Вам большой привет. С ребенком. Молодые родители. Привет нашим редакторам, шеф-редакторам. Это Евгений Поттергера, наш идейный вдохновитель, тот, кто, собственно, создал этот телеканал. Не, на самом деле, могу сказать, что Жене вообще огромное спасибо, потому что он меня впустил в журналистику, потому что сначала я пришла на практику на ТВЦ. Как сейчас в твоей жизни прямо происходит. Да, да, да. Я, кстати, иногда это вспоминаю. Я пришла просто на практику. И пришла практику, и потом он мне говорит, оставайся. Все, я осталась, поэтому ему огромное спасибо. И не пожалела. Спасибо, да. Я благодарна ему до сих пор. Да, я тоже очень благодарна, что это наш учитель. Александре Вершининой, огромное спасибо. Евгении Клепиковой, Сергею Савину. Наверное, всех, конечно, мы не перечислим. Всех невозможно. Конечно, большая команда, много людей. Люди меняются, состав меняется, но все остаются. Но что самое интересное, как-то все равно подбираются. Вот все вот похожи как-то. И как бы и разные, и вроде, и похожи. И вот мы как-то притягиваемся. Все по словам сумасшедшие, конечно. Мы притягиваемся. Да, да, да. Что уж греха-то идти. Без этого. Без этого творчества. Без этого никак. Иначе не получится. Вот кто-нибудь такой, тот не с нами. Знаете, как говорят, да, там, в коллективах ищите интриги какие-то, да? Ну, не, у нас ничего этого не было. Какие интриги мы в открытую семье создаем. Да, у нас все открыто. Без интриг. У нас никогда такого не было, чтобы мы там кто-то где-то за спиной, там что-то. Да. В общем, вот от этого ты себя, ты приходил на работу, да и сейчас, да, вот приходишь на работу, ты чувствуешь себя комфортно, потому что ты знаешь, что вся открытая. Это твоя семья тоже. Еще такая история про поможешь, когда у нас как-то все все умеют, вот, ну, то есть как профессионал, в принципе, да, ну, оператор, это тоже не тайно, наверное, что оператор должен уметь монтировать, монтажер должен уметь снимать, это в идеале. Так же, как и журналист должен уметь все. Он должен как минимум в этом понимать. Вот у нас часто возникали такие ситуации, когда люди осваивали новые знания, вот Алина у нас монтирует сама, между прочим, всегда. Мне когда задают вопрос, ты кем работаешь? Наверное, ведущей. Я начинаю перечислять сценарии. Иногда менеджер по продажам рекламы, сценарист, режиссер, да, ведущая, монтажер. Ну, я только не снимаю. Ну, это пока. Ну, что, Федор подрастет и будет снимать. И выйдет на подмогу маме. У нас все готово. У нас есть уже подготовленные сырные палочки, итальянские дрессини. Они такие аппетитные, я, если честно, на них всю программу поглядываю. Тут у нас сыр пармезан, сдобное тесто и немного добавлено орегано в тесто. Гребешок на воке в устричном соусе. Ну, сочетается, естественно, это азиатское блюдо с рисом. Оно соусное. То есть рис желательно отварить к этому. Ну, как гарнир можно использовать. Как вот, знаете, суп там ям, всегда рис подают. Пи-бим-пап. Это уже рисовое блюдо. Если ты работаешь телеведущей, то без риса. Тим-четири. Ну, вот Азия, она вся, всегда у них... Мы кушаем хлеб, они едят рис. Да, у них рис. Итак, я предлагаю начинать пробовать наше блюдо. Сегодня это севиче из лосося и гребешок со стрелками чеснока. С устричным соусом. С устричным соусом. Где моя большая вилка? От сушепа ресторана «Огонек» Владимира Ермоленко, я напоминаю. Итак, девочки, пробуем. Все взяли по вилке. Я себя сейчас чувствую ведущей «Орел и решка», когда они всегда пробуют. Давай, расскажешь нам так. Кушать надо красиво при этом всегда. Конечно. У меня это, правда, не всегда получается. Ммм, гребешок такой нежный получается. Вы знаете, я остаюсь. Давайте заканчать. А я пойду с тарелочкой. Ну, вкусно, ну что тут сказать. Конечно же, вкусно. И, конечно же, очень быстро. Да. Особенно, когда готовят кто-то другой. Да. Это профессионально. Мы делаем свою главную работу, говорим. Да, главное, помидорки были нормально все. Все хорошо. И авокадо порезали, все отлично. Тут, блин, немного компонентно. Вы нам вестите, да? Особенно я вот сегодня готовила. Владимир очень гуманный повар просто. Он всегда все за нас делает, а потом сам не пробует, а нам дает пробовать. Спасибо вам большое, Владимир. Очень вкусно. Очень вкусно, да. Кроме спасибо. Приятного аппетита, спасибо, что пришли. Еще раз с праздником вас. Да, кстати. Восемь вкусов, восьмой канал, восемь лет. Любимый и несравненный, восьмой канал. Продолжай процветать и развиваться. Интересных новостей, хороших новостей. И оставайтесь всегда таким же душевным и теплым. А я хочу пригласить в кадр всех тех, кто постоянно остается за кадром, о ком мы сегодня немало говорили. Ребята, идите к нам. Идите, идите, тот самый оператор с полотенцем. Денис, наш оператор. Денис Падеев. И сейчас главная интрига, тот самый Игорь Ботов. Итак, восьмой канал. С днем рождения! Это была программа «Восемь вкусов». Готовьте вместе с нами, ведь это вкусно, полезно, интересно и весело. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!